Телеканал КРТ представляет Трампа завоевать голоса флоридских евреев важнее, чем завоевать палестинские сердца в Ромале. В Мексике задержали членов наркокартеля, которые в связи с коронавирусом раздавали гуманитарную помощь. В этой новости, воистину, прекрасно все. Как далеко в этическом плане могут зайти белые джентльмены в поисках вакцины? Как Америка может бойкотировать Китай, если американский флаг, развивающийся над Белым домом, сделан в этой стране? Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. В мире по-прежнему топовой темой является коронавирус COVID-19. И один из вопросов – как далеко в этическом плане могут зайти белые джентльмены в поисках вакцины? По сообщению информационного портала «Ватикан Ньюз», епископ Кении Вайянаина Кунгу выступил против испытаний вакцины от COVID-19 на жителях страны. Как стало известно, некоторые зарубежные исследовательские институты, сотрудничающие с местными учеными, получили разрешение на испытания в стране трех новых вакцин и лекарств. Кенийские ученые заручились одобрением Комиссии по этике и сейчас ожидают авторизации от местного агентства лекарственных средств, а также от Совета по науке, технике и инновации. Епископ потребовал от кенийских властей разъяснения этой ситуации и подчеркнул, что правительство обязано проинформировать кенийских граждан о том, каким образом ему удалось получить такое разрешение. По словам иерарха, необходимость создания вакцины и поиска лекарства против COVID-19 не оправдывает риска, которому могут быть подвергнуты граждане страны из-за вероятных побочных эффектов препаратов, испытываемых без их ведома. Интересно, что ответят власти Кений и епископу? Вот, например, у нас на депутатский запрос о деятельности полутора десятков американских биолабораторий третьего предпоследнего уровня защиты, офис президента ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию главы государства и переслали запрос в кабин. А тем временем Дональд Трамп в поисках крайних за провал борьбы американской медицины с коронавирусом пригрозил полным разрывом отношений США с Китаем. Цитата. «Мы можем вообще прекратить все отношения, и что бы тогда произошло, мы сэкономили бы 500 миллиардов долларов». Конец цитаты. Именно в контексте этой неординарной мысли Дональда Федоровича арабоязычное британское издание «Аль Куц» задает вполне логичный вопрос – сможет ли мир прожить без Китая? Автор статьи, популярный телеведущий Аль-Джазиры Фейсал Аль-Касем пишет, что Дональд Трамп удивил мировое сообщество, когда сказал, что не исключает прекращение Соединенными Штатами всех отношений с Китаем и обвинил его в распространении коронавируса в мире. Сначала автор задает риторические вопросы – разве Китай не превратился в мировую фабрику? Найдется ли в мире хотя бы один дом, в котором не было бы товара, произведенного в этой стране? А затем рекомендую Дональду Трампу ознакомиться с книгой американской журналистки Сары Бонжорни «Год без сделана в Китае. Реальный опыт одной семьи в просторах мировой экономики». В своей книге Бонжорни описывает эксперимент, когда она решила бойкотировать китайские товары на протяжении 365 дней с 1 января 2005 года. Это поначалу не представлялось чем-то сложным, но очень быстро она пришла к выводу, что Китай производит все на свете. «Это крупнейший в мире производитель электроники, телевизоров, DVD-плееров, мобильных телефонов, бытовой и офисной техники, обуви, одежды и аксессуаров, пластиковых дверей, ламп и спортивного инвентаря. Почти 95% всех видеоигр и 100% детских игрушек, в том числе куклы, плюшевые игрушки, машины, велосипеды, фигуры супергероев, произведены в Китае. То же самое касается всех украшений, которые покупаются нами по случаю национальных, религиозных или личных праздников. Помимо китайских товаров, которые занимают все полки небольших и крупных магазинов, также есть так называемые смешанные товары, которые содержат элементы, произведенные в Китае, но собранные вместе в других местах. Проще говоря, мы никогда не сможем навсегда распрощаться с китайскими товарами или избегать их, так как Китай производит все. Конец цитаты. Последняя глава книги американской журналистки называется «В конце пути». В ней Сара Бонжорни признается, что крайне трудно жить в мире, где китайские товары недоступны. Альтернативу последним найти нелегко. Это дорогие товары, ограниченные в количестве, и выбор среди них невелик, в результате чего процесс покупки становится долгим и сложным. Как красноречиво отметил американский писатель Томас Фридман, цитата «Как Америка может бойкотировать Китай, если американский флаг, развивающийся над Белым домом, сделан в этой стране?» А тем временем в Соединенных Штатах все более интенсивно разворачивается избирательная кампания, где действующий президент Дональд Трамп борется с экономическим кризисом, коронавирусом и Джо Байденом. А Байден сражается против Трампа, обвинений в сексуальных домогательствах и старческой деменции. В среднем по стране Трамп пока отстает от Байдена на 4-5%, но в ключевых Штатах кандидаты идут голова к голове. Крайне неожиданно было увидеть на сайте суперлиберального CNN статью, как Дональд Трамп сможет снова победить на выборах в трех предложениях. Автор материала считает ключом к пониманию феномена Трампа фразу, записанную 17 мая в Твиттер Джеймсом Вудсом, редким представителем Голливуда, который поддерживает Дональда Трампа. Цитата. «Дональд Трамп грубый человек. Он тщеславный, бестактный и неотесанный. Но он любит Америку больше, чем любой другой президент на моей памяти». Автор материала отмечает, что Трамп не был в 2016 году и до сих пор не является человеком, который нравится и которым восхищаются большинство американцев. Согласно результатам победных для Трампа экзитполов 2016 года, менее четырех избирателей из десяти сказали, что они положительно относятся к Трампу. «Только один избиратель из трех считал Трампа честным и заслуживающим доверия. Только 35% избирателей сказали, что Трамп обладает подходящим характером для того, чтобы быть президентом. Как же Трамп победил?» – задается вопросом автор. «В 2016 году четыре избирателя из десяти сказали, что самое важное качество кандидата заключается в способности добиться перемен. И внутри этой группы Трамп обошел Клинтон, набрав 82% против 14». Конец цитаты. Автор подчеркивает, что если у Трампа получится вновь победить, то это станет отражением фундаментальных перемен в том, на основании каких критериев американцы избирают своих президентов. Цитата. «Народная мудрость долгое время учила нас, что люди должны голосовать за такого человека, с которым им захотелось бы выпить пиво. Если не считать его самых убежденных сторонников, довольно трудно представить себе, что большинству людей захотелось бы выпить пиво с Трампом. Но проголосуют ли они за него снова? Один раз они уже это сделали. И Вудс, а также сам Трамп, надеются, что они проголосуют за этого козла еще раз». Конец цитаты. Ну, а пока мяч на стороне демократов и Джо Байдена. Им необходимо подобрать Сонна Муджо, энергичного кандидата в вице-президенты, а также подумать о внесении корректив в имидж самого экс-вице-президента. Более подробно эту тему мы обсудим с кандидатом философских наук, политическим экспертом Фонда общественной дипломатии Александры Решмидиловой. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, зрители. Первый вопрос, Байден в поиске номинанта на вице-президента Соединенных Штатов. Ну, мы все помним прекрасный фильм «Игра изменилась», о том, как подыскивали Маккейну, кандидата в вице-президенты, и, в общем-то, это вся история. Ну, и сейчас, в связи с тем, что все более пестрой становится политическая картина в Соединенных Штатах, фигура вице-президента становится все важнее с точки зрения набора электоральных очков. Ну, и раз вы вспомнили этот фильм и непосредственно Маккейна, тут есть определенная параллель по, ну, я не знаю, скажем так, по состоянию здоровья. У Байдена далеко не самая сейчас простая ситуация, и, скажем так, понятно, что всеобщему достоянию вся его медкарта вряд ли будет показана, но определенные проблемы со здоровьем, это стало уже известно, и это тиражируется в прессе. Именно почему достаточно серьезной фигурой становится кандидатура вице-президента в случае, если вдруг что-то со здоровьем или по состоянию здоровья президент может отходить, тогда как бы полнота власти будет оказываться в руках вице-президента. И поэтому, скажем так, тут есть двойная ответственность, назовем так, и более тщательно подбираются все кандидаты. Сейчас основных разбирается три. Это хорошо всем известная Хиллари Клинтон, не сдается, Мишель Обама и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Кум. Пока, если из этих троих выбирать, то жаждет, скажем так, поучаствовать госпожа Клинтон, остальные еще не решаются по ряду причин. Ну, в общем-то, кому-то может показаться приятным, что Украина уже, можно сказать, четыре года подряд присутствует в американской внутриполитической повестке. Ну, вообще, как известно, хорошего здесь мало, но вот то, что мы видели, ну, уже называют пленки Даркача, то есть записи разговоров Порошенко с Байденом и Керри. И вот, но с точки зрения американцев, там точно такая же, даже более жесткая ситуация, более жесткая, чем в разговоре Трампа и Зеленского. Для Байдена этот разговор будет таким же непростым, как был для Трампа. И, скорее всего, он все пройдет процедуры чистилища некого политического. Также ему припомнят все неприятные и сложные моменты, которые переживал Трамп в связи с импичментом. Я не исключаю, что будет создана комиссия в Конгрессе, которая будет расследовать относительно пленок Даркача. Там фигурирует не просто Байден, там фигурирует миллиард долларов налогоплательщиков американских. Причем, если ранее мы думали, что Байден говорит о неком транше МВФ, то, судя по пленкам, речь шла о миллиарде долларов, который был направлен на оборонные потребности, а, скорее всего, попал непосредственно в какие-то карманы высшего руководства периода президентства Порошенко. Интересные моменты, которые звучат в пленках, это просьба вмешаться и помочь американской стороне в наших голосованиях в парламенте. Непосредственно указывается о том, что якобы партия «Самопомощь» финансируется напрямую. Вот это мой любимый момент, просьба Порошенко к Байдену снять «Самопомощь» с финансирования. Ну и последний вопрос, наверное, все-таки риторический, но тем не менее хочется от вас услышать. Это пленки, так сказать, окончания некого процесса или только начало нового этапа? Сколько это будет по времени происходить, и то, что это непростой процесс, и он может затянуться на несколько электоральных циклов, как украинских, так и американских, это однозначно. Единственное, что подытоживая, дело в том, что Трампу не надо затягивать на несколько политических циклов. Ему надо... Побыстрее. Да, ему надо по-быстрому это все. Благодарю вас, Александр. После третьих досрочных парламентских выборов в Израиле и двух месяцев переговоров и интриг, сопровождавшихся скандалами и актами неоднократного ренегатства, Беньямин Нетаньяху вновь возглавил кабинет министров. Это огромный успех неистового Биби по двум причинам. Прежде всего, основной соперник блока Ликут, блок Кахоль-Лаван, дважды отвергал возможность большой коалиции под девизом «Только без Нетаньяху». То есть условием создания коалиции был уход Нетаньяху с поста премьера. Но уходить Биби было некуда. За рамками кабинета его ждала прокуратура с несколькими уголовными делами за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Поэтому тот факт, что ему удалось удержаться на своем посту, это большой политический успех. Кроме того, в правительстве представлены ультра-ортодоксы, союзники Ликуда. Ну а движение «Наш Дом Израиль» Авигдора Либермана, пометавшись в очередной раз между умными и красивыми, вновь оказалось между стульями. Дело в том, что репатрианты с подсоветского пространства нетерпимы как к ультра-ортодоксам в силу своей светскости, так и к левым в силу сильных антиарабских настроений. Кроме того, сохранение Нетаньяху за собой поста премьер-министра Израиля стало, без сомнения, большим успехом президента США Дональда Трампа, сделавшего ставку именно на Биби. И буквально сразу же после формирования нового израильского кабинета Беньямин Нетаньяху заявил о начале реализации сделки века по разделению еврейского и палестинского государств, разработанного зятем и старшим советником президента Трампа Джаредом Кушнером. Однако, несмотря на громкое название, ни о какой сделке по факту речи не идет. Все спорные вопросы решаются в пользу Израиля и за счет палестинцев. Начнем с того, что статус Иерусалима вынесен за рамки сделки. Он уже признан Трампом столицей Израиля. А далее действует принцип «Сначала мы берем свое, потом делим твое». Вся территория компактно размещенных еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, а это почти 30% территории и 400 тысяч еврейских поселенцев, войдет в состав Израиля. Туда же войдет и долина реки Иордан. Таким образом, палестинский анклав на западном берегу будет связан с Иорданией только двумя специально сооруженными трассами. Палестинцам предлагается в качестве компенсации объединению нескольких окраинных арабских кварталов Иерусалима с близлежащим городком Абудис дать гордое название Аль-Куц, короническое имя Иерусалима, и считать его столицей демилитаризованного государства Палестина. Издание «The National» из Объединенных Арабских Эмиратов в материале под названием «План Дональда Трампа для Среднего Востока не принесет мира, и Штаты с Израилем знают об этом», подсчитало, что из оккупированных Израилем территорий палестинцам оставят лишь 70%, что составит всего 15% исторической Палестины, причем с дефицитом водных ресурсов и невысоким качеством сельхозземель. Компенсация палестинцам запланирована за счет земель в пустыне Негев, на которых планируется отстроить промышленные и сельскохозяйственные кластеры для перенаселенного сектора газа. Плюс 50 миллиардов долларов на развитие. Мнение палестинцев никто не спрашивает. Газета «The New York Times» со всем присущим ей цинизмом в колонке «Каждый раз, когда палестинцы говорят «нет», они проигрывают», поясняет, если палестинцы не согласятся на условия Трампа сегодня, завтра они получат еще меньше. Дело в том, что уже в конце июня-начале июля ожидается рассмотрение в Кнессете законопроекта об односторонней аннексии Израилем территории западного берега реки Иордан с еврейскими поселениями «без создания палестинского государства земельных и финансовых компенсаций». Либеральная «The New York Times», полностью поддерживая сделку века, тем не менее ворчит, цитата, «для Трампа завоевать голоса флоридских евреев важнее, чем завоевать палестинские сердца в Ромале», конец цитаты. Логично, хотя и цинично. Можно лишь добавить, что для многих американских христиан, так называемых протестантских фундаменталистов, Ветхий и Новый Завет равны по своей значимости, и в их теологической доктрине распятие Мессии не привело к разрыву Завета Господа с народом Израиля по поводу землеобетованной, хотя и возник Новый Завет Господа с уверовавшими в Иисуса. Короче, Палестина для евреев, остальной мир для христиан. Ну, а если продолжать рассуждать о Святой Земле в, прости Господи, циничном ключе, то для Трампа на предстоящих выборах важны не столько голоса рядовых американских евреев, сколько финансы солидных сионистских организаций, которые ранее ориентировались на демократов. Теперь же они, скорее всего, поддержат кандидата от республиканцев. Подыграл сионистам и Беньямин Нетаньяху, который уже в должности утвержденного премьера на заседании Кнессета заявил, что пришло время аннексировать еврейские поселения на части западного берега реки Ордан, исторические Иудею и Самарию, откуда есть пошла земля еврейская. Цитата. «Вот правда, эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма». Конец цитаты. Что же касается оппонента Трампа, Джо Байдена, то он, в отличие от Нью-Йорк Таймс, похоже, действует по принципу «Если Трамп за, то я против». Цитата. «Мирный план требует того, чтобы стороны сели вместе и договорились. Это же лишь политический трюк, который может спровоцировать односторонние шаги по аннексии территории и отбросит мирный процесс еще дальше назад. Я всю жизнь работал над тем, чтобы укрепить безопасность и обеспечить выживание евреев и демократического Израиля. Нынешний план – это не решение проблемы. Конец цитаты. Понятно, что главными оппонентами сделки будут палестинцы. Руководство автономии уже объявило о выходе из всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами. И тут мы опять возвращаемся к символике цифр. Разумеется, Тель-Авив и Вашингтон живут в собственном политическом цикле, но резкое ускорение реализации сделки века пришлось как раз между 15 мая, траурным днем Нагба – изгнанием 750 тысяч палестинцев со своих земель в 1948 году и 22 мая – днем Аль-Кудз, то есть днем мусульманского Иерусалима. Негативный эффект активизированной сделки века по Палестине среди арабских и мусульманских государств столь велик, что Министерство иностранных дел Ирана проявило нехарактерную сдержанность и дипломатичность. «Исламская республика Иран считает, что только палестинцы могут и должны решать судьбу Палестины, будь то мусульмане, христиане или евреи». Впрочем, даже Евросоюз уже предупреждал Израиль о возможности введения санкций против него в случае аннексии территорий на западном берегу реки Иордан. Более подробно о внутри- и внешнеполитической ситуации вокруг Израиля мы поговорим с основателем Украинско-Израильского института стратегических исследований имени Голды Мейер Альбертом Фельдманом. Добрый вечер, Альберт. Первый вопрос. Первый вопрос. В чем был компромисс, благодаря которому удалось создать это правительство, ну, условно, большую коалицию или правительство национального единства? Не стало ли согласия на большую сделку со стороны и Ликуда, и Кахоль-Лавана именно вот толчком к созданию этой коалиции, которая еще недавно казалась невозможной? Вообще, надо сказать, что коалиционные переговоры привели к тому, что в Израиле не осталось блоков, которые бы сохранили свое единство, в рамках которого они шли на эти выборы. Практически все партии распались в рамках коалиционных переговоров. Ну, произошло это на фоне двух событий. Первое, связано с тем, что в Израиле, как и во всем мире, бушует пандемия. И, собственно, Израиль, как понимает, достаточно жесткие меры для того, чтобы ее обуздать и практически с ней справился. Во-вторых, напомним нашим телезрителям, что это уже третьи выборы и четвертые выборы, если бы они могли состояться, они привели к еще большему бы кризису. Поэтому лидер Кахоль Лаван, один из трех лидеров Кахоль Лаван, Бенни Ганс и второй лидер Кахоль Лаван, Габи Ашкенази, согласились с тем, чтобы Бенни Минин Таньягу еще некоторое время оставался премьер-министром и создали двухголовое такое, первый раз в истории Израиля создали не первый раз правительство национального единства, но первый раз правительство, в рамках которого сразу два человека приведены к присяге премьер-министра и выполнять функции будут по очереди. Но, опять же, интересно, что эта функция была списана практически с такого экзотического государства Сан-Марина, которым управляют два капитана. Но оно очень маленькое, это микрогосударство, но вот заимствована концепция, как ни странно, была оттуда, и, собственно, это и стало компромиссом. Других компромиссов нет. Партия, которую представляет на сегодняшний день Бенни Ганс и партия, которую представляет Габи Ашкенази, которые вошли в правительство Бенни Минин Таньягу и Бенни Ганса, они обе центристские, они не страдают от того, что в итоге будет принято определенное ужесточение взаимоотношений между Израилем и палестинской автономией. Они поддерживают план Трампа, так называемую большую сделку, и поэтому для них нет особых противоречий политических. То есть надо сказать, что израильское правительство сдвинулось жестко к центру, в нее не вошли и крайне правые, и крайне левые партии. Практически все центристские партии сегодня внутри этой коалиции, за исключением партии их социального толка, которую возглавляет Лапит, и партия, личностно негативно относящаяся к Бенни Мини Ганс, который возглавляет Буги Айлон, тоже один из бывших глав генштаба. В ходе этой сделки Израиль может приобрести нового себе серьезного противника, с которым всегда были, в общем-то, более не менее гладкие отношения, это Иордания. Для Иордании это болезненный вопрос отсечения палестинского анклава от территории Иордании, которая планируется в рамках большой сделки, и Иордания уже, так сказать, предупредила о возможности конфликта. Возможно ли возвращение отношений Иордании в такое привычное, скажем так, приятельское русло? Ну, с Иорданией уже довольно длительный период отношения крайне напряженные. Это связано с самыми разными проблемами, которые возникли между двумя государствами, как и нереализации экономических соглашений, которые были, нереализации таких геоклиматических соглашений. Есть проблемы, связанные с водой. Поэтому вопросы иорданско-израильских отношений, они давно не радужные. Сейчас, конечно, они осложняются, но не Иордания главный фактор. Вот в большой сделке Трампа Иордания все-таки достаточно малозначительное государство, хоть оно и сосед Израиля, и важный партнер был для Израиля, но в тот момент, когда другие государства Исламской лиги и государства, которые находятся на территории, подчиняются, так скажем, или не подчиняются, а придерживаются примата Саудовской Аравии, когда они соглашаются со сделкой века, то не возникает ощущения, что Иордания может ее сорвать. Все-таки Иордания очень зависима и от Саудовской Аравии, и очень зависима от Катара, от Кувейта, от богатых нефтяных государств Персидского залива. И в этом смысле вопросы Иордании будут рассматриваться в самую последнюю очередь. Важнее другое. Важнее изменение конфигурации политических игроков, которые патронировали палестинско-израильское регулирование. И здесь на первое место, буквально сегодня, когда мы с вами записываем это интервью, Абумазан обратился напрямую с просьбой об адвокации, о том, чтобы именно Путин выступил в качестве политической силы или государства, которое бы торпедировало эту сделку. Связано это с тем, что очень высока степень недоверия и практически отказ от, ну, такого контакта внешнеполитического между Соединенными Штатами и палестинской автономией и абсолютное неприятие со стороны Израиля позиции европейцев, Европейского Союза. При этом надо отметить, что Европейский Союз, при том, что он достаточно жесткую позицию пропалестинскую или, как в Европе говорят, умеренную позицию занимает. У Израиля достаточно плодотворное отношение с большинством лидеров европейских государств, и с Джонсоном, который, правда, сейчас уже не входит в Европейский Союз, но играет важную скипку в европейском оркестре. И с Меркель отдельное отношение, и с Макроном отдельное отношение, и с испанским, итальянскими руководителями, с Конте, и с отдельное отношение. То есть в этом смысле на уровне государств Израиль не опасается определенного давления. Давление существует со стороны европейской бюрократии. То есть в этом смысле палестинцы опираются на очень слабосильную европейскую бюрократию. Израиль опирается на мощнейшее лобби, которое сейчас сложилось в Белом доме, произраильское. И Трамп решил, и Абумазан решил, что в этой ситуации внешнеполитическое усиление контактов с Путиным будет максимально эффективным. Что дает большие возможности Путину, надо сказать. Он снова сможет играть определенную роль, как вот в Сирии он сыграл, как в Ливии он пытался сыграть. Ему снова удастся, ну так сказать, сесть на один уровень с первыми государствами мира, куда его, конечно, пускают, но после всех событий, которые произошли на европейском континенте, с большой осторожностью. Вот, по сути, Абумазан таким образом возвращает Россию со своей стороны в большую политику, пытаясь дать ему возможность выступить адвокатом и противником сделки между большой сделки, которую Трамп согласовал, в первую очередь, с Израилем и странами Персидского залива. И последний вопрос. Ну, создается такое впечатление, что вот Нитаньяху и нынешнее руководство Израиля как бы сложили все яйца в одну корзину в Трамповскую. И вот я в программе перед вашим включением приводил пример, что вот, например, либеральная продемократическая Нью-Йорк Таймс поддерживает большую сделку, хотя и там ворчит на Трампа даже в своих материалах в поддержку, но Байден выступил категорически против, уже сделал это заявление. Мы понимаем, что сейчас 50 на 50 шансы. Не окажется ли, так сказать, вот эта коалиция в сложном положении, если победит Байден и начнет отыгрывать назад? Вы понимаете, для Израиля президент Трамп в Белом доме – это джекпот. И это много раз уже было продемонстрировано во время правления Трампа. Это вызывает большую опасность, в том числе и в израильских политических кругах, потому что, как вы правильно сказали, Израиль не привык складывать все яйца в одну корзину. Но так случилось, что Нитаниагу имеет личное и очень хорошее отношение с Трампом. Бенни Ганс общался с Трампом. И, наверное, Трамп был одним из тех, кто высказал очень четкие, жесткие и несокрушимые аргументы, которые заставили Бенни Ганса развалить блок Кахоль-Лаван. Свои амбиции, свою неприязнь к Нитаниагу сложить в дальний ящик письменного стола и пойти на эту коалицию. Поэтому сегодня в Израиле уверены в том, что этот джекпот нужно реализовать до конца, который называется Трамп в качестве президента Соединенных Штатов. А что будет дальше? Еврейское лобби в Соединенных Штатах поможет. Плюс есть Айпак, есть мощные организации, которые поспособствуют в том числе и тому, чтобы и с демократами возникли хорошие отношения, потенциально хорошие. Израиль, понимаете, перенес достаточно тяжелую травму политическую со стороны демократических президентов, в первую очередь Барака Обамы, который очень вел себя неаккуратно на Ближнем Востоке в целом, разрушил империю Мубарака, уничтожил очень многие тайные связи, которые существовали между Израилем и странами Магриба, разрушил, опять же не разрушил, а осложнил в определенной степени отношения между Израилем и странами Персидского залива, которые начали формироваться. Поэтому Байден априори является проблемой для Израиля. И Израиль не будет играть, конечно, на стороне Трампа, но втайне будет держать все свои кулачки за то, чтобы Трамп остался во главе Соединенных Штатов Америки. И на сегодняшний день вся информация, которая есть у израильского руководства, позволяет надеяться, что так оно и произойдет. Хотя, как мы знаем, есть много сюрпризов в американских выборах. Но сейчас будут действовать в фарвартере Трампа большой сделки, которую сформировал Куршнир и Гринблат. А затем, если случатся неожиданности, то будут решать их уже по мере проблемы, которая возникнет, если победят демократы. Ну, наверное, в этом есть своя логика, что, как у нас бы сказали, куй железо пока горячо. Конечно, конечно. Ну, не было столь благоприятных условий никогда для Израиля со стороны главного, так скажем, ну, жандарма мирового, которым все называют Соединенные Штаты. Поэтому пока жандарм дружит с одним из, так скажем, гуляющих по улице людей, надо максимально использовать эти возможности. Ну, спасибо за такое сравнение. Ну, опять же, как бы... Ну, помните, как Паниковскому было хорошо, когда Небаба был городовым на Крещатике? Ну да, но мы помним, что дальнейшая судьба Паниковского была не столь благоприятна, как при городовом Небабе. Не надо воровать гусей. Ну, тоже правильно. Благодарю вас, Альберт. Спасибо. Спасибо. В этом году и в турецком календаре имеется целый ряд весьма знаковых совпадений, которые дают основания тревожно ожидать, что турецкий президент Эрдоган использует символику этих совпадений для вполне конкретных политических шагов. Так, 19 мая отмечается один из важнейших праздников Турции. День Ататюрка молодежи и спорта. Кстати, прошу знатоков турецкого языка не писать мне в комментариях о том, что дословный перевод названия праздника с турецкого День памяти Ататюрка молодежи и спорта. Дело в том, что в турецком оригинале слово «память» относится исключительно к Ататюрку, а в русском возникает подозрение, что поминают также молодежь и спорт. Кстати, возникновение этого названия само по себе интересно. 19 мая 1919 года первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк в Черноморском порту Самсуне объявил мобилизацию против иностранной интервенции, которая в тот момент ассоциировалась с греческой оккупацией части турецкой территории. Хотя сама Греция считала, что возвращает свои исторические земли со значительным процентом греческого населения, как православного, так и отуреченного. И этот день, 19 мая, отец турок, а именно так переводится титул Ататюрк, стал считать своим днем рождения. В рамках существующей идеологической конструкции создания Турецкой республики на обломках Османской империи основу движения за независимость составляла молодежь, которую Ататюрк предлагал сделать важнейшим элементом нового государства. И действительно, мы можем констатировать, что именно опора на светскую молодежь позволила Мустафе Кемалю практически преодолеть консервативную исламистскую традицию. Вся жизнь Ататюрка была образцом торжества светского образа жизни над религиозным, включая его смерть в 1938 году от цирроза печени, вызванного алкоголизмом. День Ататюрка впервые отмечался в 1935 году и в честь праздника в Стамбуле был устроен День спорта, видимо, как демонстрация того, что светский образ жизни все-таки совместим со здоровым. После чего было решено соединить День Ататюрка с Днем Молодежи и Спорта. В то же время 19 мая уже четверть века является официальным Днем Скорби Греции в связи с геноцидом понтийских греков турками в период с 1916 по 1923 год в ходе Первой мировой войны, плавно перешедшей в регионе во Вторую Турецко-Греческую войну. Для тех, кто представляет себе историю турецко-греческих отношений на протяжении примерно тысячелетия, начиная с 11 века, неудивительно, почему именно 19 мая было выбрано греческим парламентом в качестве Дня памяти жертв геноцида. И это, кроме всего прочего, с неизбежностью обостряет риторику турецких лидеров в преддверии Дня Ататюрка. Тем более, что в этом году праздник пришелся на разгар эпидемии коронавируса и экономического спада, продолжающегося уже длительное время, но усугубленного COVID-19. Однако, на этот раз президент Турции Раджеп Таип Эрдоган умудрился таки неприятно удивить своим радикализмом. Согласно официальному агентству Ватикана Агенция Фидес, в воскресенье 11 мая Эрдоган в своем видеобращении по итогам заседания правительства в качестве вдохновителей антитурецкой враждебности назвал армянское и греческое лобби. Впрочем, изначально в речи Эрдогана два христианских меньшинства попали в компанию исламинского движения проповедника Фетхуллаха Гюлена Фето, рабочие партии Курдистана и неких враждебных центров, базирующихся в странах Персидского залива. Но далее Султан высказался еще более конкретно. Цитата. «Мы не позволим этим уцелевшим от меча и террористам снова восстать. Они до сих пор еще есть, хотя в нашей стране их стало намного меньше». Конец цитаты. Дело в том, что «уцелевшие от меча» это вполне четкое идиоматическое выражение, означающее презрительное наименование христиан, переживших резню в Османской империи, армян, греков и ассирийцев. В целом, обвинение в армянских или греческих корнях является нормой турецкой политической культуры. Однако в самой Турции генетические тесты запрещены. Возможно, потому что прошедшие их за рубежом как-то слишком часто обнаруживают, что они минимум наполовину греки, армяне или ассирийцы. Когда в 2019 году мэром Стамбула стал представитель оппозиции Экрем Иммануглу, Эрдоган прокомментировал это так, цитата, «Кто больше всего обрадовался исходу выборов? Греки. Их газеты написали, что грек завоевал город». Конец цитаты. Впрочем, кто кому по Пандопулу, вопрос в Турции обоюдоострый. Так, турецкий историк Чезми Юрцевер утверждает, что согласно архивному списку плательщиков налогов в Османской империи, дед Эрдогана был греком. Более того, возглавлял греческий отряд самообороны в период Второй Турецко-Греческой войны. Кстати, сам Эрдоган в 2011 году в интервью турецкому телеканалу НТВ на вопрос о своей национальности ответил по-восточному уклончиво. Мол, он спросил у своего отца, турки ли они, на что отец ему ответил. Цитата. «Твой дед сказал мне, когда мы умрем, у нас спросят, в какого бога мы верим и кто наш пророк. Они не спросят нас, из какой нации мы происходим». Конец цитаты. Так вот, переходя от национальной темы к религиозной, можно найти определенный символизм, что в этом году с Днем Ататюрка молодежи и спорта совпал большой религиозный праздник Лайляд-Улькадр – ночь могущества и предопределения, которая приходится на последнюю декаду Рамадана. В эту ночь ангел Джабраил, библейский Гавриил, передал молящемуся пророку Мухаммеду первые стихи священного для мусульман Корана. Считается, что в Лайляд-Улькадр природа тиха и безбятежна, звезды не падают, погода стоит безоблачная и без осадков. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце восходит, как полная луна, без ослепляющих лучей, с нежным светом. Во всяком случае, в Киеве ночь на 19 мая была тихой, а рассвет очень красивым, с радугой. Видимо, именно радуга потянула меня на нетолерантную лирику. Тиха варфоломеевская ночь, чудно сено при тихой погоде, и редкий гугенот доплывет до ее середины. Ладно, не время сейчас ни для толерантности, ни для лирики. Поговорим о патриархе Варфоломея, который вряд ли сейчас спокойно спит ночами. Итальянское издание Азия Ньюс сообщает, что в спецвыпуске турецкого журнала «Герчак Хаят» издательской группы «Ени Сафак», которая принадлежит семье зятя президента Турции, обвиняется. Константинобольский патриарх Варфоломей, главный раввин Стамбула, он же Хакам Баши, Исхак Халев, а также некоторые представители армянской общины, в поддержке запрещенного в Турции движения Фета, проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого официальный Стамбул связывает с попыткой военного переворота 16 июля 2016 года. При этом Варфоломей назван главным пособником Гюлена в Турции. Нельзя сказать, что подобного рода обвинения редкость, хотя на этот раз Фанар резко отреагировал на публикацию. Однако есть основания полагать, что в этом году в силу опять-таки символизма дат, жесткие обвинения в адрес Варфоломея могут стать информационной подготовкой одного весьма радикального решения турецких властей. Тревогу вызвал твит Фахреттина Алтуна, директора по связям с общественностью при президенте Турции от 11 мая, в котором он сопроводил фотографию Собора Святой Софии текстом, цитата, «Мы соскучились, но будем терпеливы, мы сделаем это вместе». Напомню, что начиная с 1935 года Собор Святой Софии при мудрости Божьей имеет статус музея Айя София. Первые девять столетий с первой половины VI века до середины XV это был христианский собор. Именно здесь 16 июля 1054 года прямо во время богослужения легатом Папы Римского кардиналом Гумбертом Константинопольскому патриарху Михаилу Керуларию была вручена отлучительная грамота. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папских легатов. Это событие стало ключевым в разделении формальной единой церкви на православную и католическую. После взятия Константинополя в 1453 году армии Мехмеда II собор был превращен в мечеть, а еще через два года освобожденный султаном из рабства монах Геннадий стал патриархом Геннадием II с Халарием. Фреска с изображением того, как султан Мехмед II вручает патриарху Геннадию фирман с подтверждением патриарших привилегий висит при входе в резиденцию патриарха на долгую, так сказать, память в вопросе кто в Константинополе хозяин. Так вот, 29 мая очередная годовщина взятия Константинополя османами и одновременно в этом году день окончания священного для мусульман месяца Рамадан. К этому можно лишь добавить идея о том, что музей мечети не помеха, как, например, в случае с Голубой мечетью Стамбула, публично высказывался Эрдоганом еще в прошлом году. И это вызывает определенные опасения. А мнение отдельного турецкого чиновника, каковым является Вселенский патриарх, вряд ли кого-то заинтересует. Тем более, что Турецкая Республика не признает Вселенский статус патриарха, зато признает альтернативный турецкий православный автокефальный патриархат, созданный еще Ататюрком. Так, на всякий случай. Более подробно на тему политической активности Эрдогана мы поговорим с экспертом-международником Данилой Богатыревым. Добрый вечер, Даниил. Здравствуйте. Данил, я вот что хотел спросить. В последнее время у Эрдогана дела международные складываются более-менее неплохо. В Ливии поддержанное им правительство Сараджа перешло в наступление. В Сирии пока больших проблем нет и Турция контролирует свою зону. Зачем ему конфликт с Варфоломеем конфликт с Вселенским Патриархом? Не все так однозначно. Мы помним, что еще несколько месяцев назад дела у Эрдогана и в той же Сирии, имея в виду Идлиб, и в Ливии шли весьма плохо. То есть в Идлибе ему пришлось фактически подписать с Россией и с сирийским правительством пришлось подписать его прокси. Такое унизительное соглашение фактически на условиях поражения этих турецких прокси в Идлибе. И до недавнего времени Хафтар в Ливии наступал. Это вот буквально в последнюю неделю войска Сараджа перешли в наступление, захватили даже авиабазу недавно на днях. Так что здесь ситуация неоднозначная и она, я бы сказал, как качели. То хуже, то лучше. Сейчас очередной этап сближения ситуативного сближения Турции с Россией. Вот я думаю, что в этом состоит одна из причин того, почему турецкая проправительственная пресса в очередной раз подняла тему взаимодействия патриарха Варфоломея с Фетхулой Гюленом, оппозиционным турецким проповедником, который проживает в Соединенных Штатах. Эти обвинения наверное не беспочвенны, потому что за три часа до попытки госпереворота в 2016 году Варфоломей выехал за пределы Турции частным порядком, если я не ошибаюсь, на территорию Словении. Кроме того, он действительно неоднократно был замечен в компании Фетхулы Гюлена. Кроме того, и это я считаю самое важное, у них общие покровители. Я имею ввиду непосредственно Госдепартамент Соединенных Штатов. Фетхулы Гюлен проживает на территории США, а патриарх Варфоломей на протяжении последнего года или даже полутора лет был замечен в такой очень плотной координации усилий с американскими дипломатами. И я считаю, что, конечно, хотя прямых доказательств этому нет, но в 2016 году Соединенные Штаты все-таки немало поспособствовали организации той попытки госпереворота, которая имела место в Турции. Существует ли угроза, что вот после 29 мая, после окончания Рамадана Эрдоган может предпринять определенные действия по возвращению Ай-София статуса мечети? Ну, я не знаю насчет статуса мечети. В принципе, это было бы вполне в рамках его идеологии, но с другой стороны, я думаю, что все вот эти наезды на Варфоломея пока что направлены на, скажем так, посадку его на крючок, то есть на его еще большее подчинение турецким властям, на то, чтобы добиться еще большей покорности от него, в том числе возможно в, скажем так, проецировании какой-то турецкой внешней политики на балканские страны. Ведь мы знаем, что фактически несколько церквей, вот в частности Алладская православная церковь, греческая, она буквально присягнула в Варфоломею, фактически поставив под вопрос свое единство с остальными поместными православными церквями признанием ПЦУ. Таким образом это означает, что влияние в Варфоломея там очень сильно. А в Греции, я напомню, церковь является государственной, то есть через нее теоретически возможно как-то влиять и на власть. Мы знаем, что у Греции есть определенные проблемы с Турцией. Ну, я уже там молчу про Кипр и Северный Кипр, это такая застарелая проблема, но даже чисто мигрантские вот эти вот все движения через границы, все там в рамках границы Евросоюза с не-Евросоюзом, взаимодействия торговые, таможенные и так далее. Все вот это вот можно попытаться как-то педалировать, в том числе и через религиозные рычаги влияния, для чего, я думаю, Эрдоган не применет использовать Варфоломея, который теперь у него на крючке. Благодарю вас, Даниил. Спасибо и вам. Завершающую часть нашей программы так и хочется назвать их нравы, но, к сожалению, это теперь и наши нравы, а точнее нравы наших власть-предержащих. 14 мая телеканал CNN сообщил, что сенатор Ричард Бёр уходит с поста председателя комитета по разведке за то, что воспользовался инсайдерской информацией, полученной благодаря служебному положению. Согласно информации CNN, ФБР вручило его адвокату ордер на обыск, а сам Бёр сдал свой телефон для проведения следственных действий. 24 января 2020 года комитеты Сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг об эпидемии COVID-19. на котором главы этих двух комитетов вместе с приглашенными экспертами разъяснили ряду других сенаторов, имевших необходимый допуск секретности об особенностях вируса и его последствиях. Интересно, что ставшие на сегодня достоянием гласности сведения об этом брифинге говорят о высоком уровне компетентности экспертов. Они прогнозировали недостаток масок и антисептиков, отсутствие в необходимом количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, чрезмерную нагрузку на энергосети, коллапс одних отраслей и перевод других на удаленную работу. В случае непринятия срочных мер эксперты пугали цифры до 2 миллионов погибших. Ну, здесь понятно, экспертам проще напугать чиновников, чтобы потом сказать, что это благодаря их предупреждениям количество жертв намного меньше возможного. А во всем остальном, согласитесь, как на конец января, так вполне достойный анализ и прогноз. Перефразируя экс-президента Порошенко, какой вам еще информации от китайцев не хватало. Глава комитета по разведке сенатор Ричард Беор старый приятель Дональда Трампа решил, что главное не создавать паники. И 7 февраля на открытом заседании Сената заявил, цитата, к счастью, сегодня Соединенные Штаты лучше, чем когда-либо подготовлены к тому, чтобы противостоять новым угрозам для общественного здравоохранения таким, как коронавирус. В значительной степени благодаря работе Комитета по здравоохранению Сената, Конгресса и администрации Трампа. Конец цитаты. Однако сам сенатор со своей женой 13 февраля десятками отдельных транзакций, чтобы не привлекать внимания, продал на бирже пакеты акций на сумму от 628 тысяч долларов до миллиона 700 тысяч долларов. А 17 февраля американский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений в своей истории. Здесь необходимо уточнить, что в 2012 году стараниями сенатора Джо Либермана был принят специальный закон, прямо запрещающий сенаторам использовать секретную и инсайдерскую информацию в личных целях. Но сенатор Берн не зря возглавлял комитет по разведке. Он знал, с кем можно пойти в разведку. Самая возрастная сенатор, первая в истории США с женщином мэр Сан-Франциско, в прошлом заместитель главы комитета по разведке, 86-летняя Дайана Фонштейн, тоже сбросила токсичные акции накануне падения. Но по сравнению с экс-губернатором Джорджии, сенатором Дэвидом Пердью, это парочка, вносящая совместные законопроекты жалкие лохи. Пердью, который также по должности присутствовал на секретном брифинге 24 января, не только сбросил токсичных акций на 825 тысяч долларов, но и приобрел на 1,8 млн пакет акций компании Дюпон, которая, в числе прочего, производит медицинские маски и иные индивидуальные средства защиты. Впрочем, ради гендерного равенства стоит упомянуть сенаторшу о той же Джорджии Келли Лофлер, муж которой Джеффри Спретчер, по счастливой случайности, президент Нью-Йоркской фондовой биржи, той самой, которой предстояли небывалые потрясения. Эта сладкая парочка продала токсичных акций на сумму от 1,275,000 долларов до 3,1,000,000 долларов, а затем приобрела акции компании Citrix Systems, которая производит электронный софт для удаленной торговли. Ну, а самое громкое обвинение инсайдеров было озвучено в адрес самого богатого сенатора Грега Джанфорта, который после секретного брифинга тайно и недорого прикупил завод по производству гидроксихлорохина, препарата, который первое время считался лекарством от коронавируса и активно лоббировался Дональдом Трампом. Но пока под ударом ФБР находится только Ричард Берр, что неудивительно. Он публично конфликтовал с тогдашним главой бюро Джеймсом Комни во время сенатских слушаний по так называемому русскому досье Дональда Трампа. А у таких служб даже при смене руководства долгая память и длинные руки. Впрочем, видимо, наш мир все же находится в равновесии. Если в одном месте джентльмены ведут себя как разбойники с большой дороги, то где-то должен быть и противоположный пример. И я нашел его. В Мексике задержали членов наркокартеля, которые в связи с коронавирусом раздавали гуманитарную помощь. В этой новости воистину прекрасно все. На этом наша программа подошла к концу. Международная панорама и ее ведущий Дмитрий Джангиров прощаются с вами до следующей недели. Будьте здоровы. Всех благ. Редактор субтитров